Конституционный суд 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 Я бы так сказал, до какого показателя они успеют добраться за этот месяц. Если бы у них было полгода или четыре месяца, они бы добрались достаточно, очень высоко. А сколько успеют набрать за этот месяц, это интересно. Думаю, что достаточно много. Много это сколько? Много это, ну я думаю, что 10 это вполне реально. А при хорошей компании, ну скажем так, не то, что при хорошей компании, если они не испортят, то может быть и больше. Они могут реально стать вторыми. У кого они позаимствуют электоратом? Они потихоньку заимствуют и у многих. Прежде всего, у партии Европейской Советовности никак не привыкну говорить это, а не блок Петра Порошенко. Ну вот, де-факто, блок Петра Порошенко, у него прежде всего, потому что это переток идет главный туда, это Гриценко, это Садовой и, как мне говорят рецеологов, в том числе, Зеленского Туши. А вот вторая интрига, я не знаю, вы назовете сами, наверное, вторую интригу или, может, она одна, но я просто хотела узнать, а Порошенко-то вот есть шанс? Это вторая интрига, пройдет, не пройдет. Да, а вы что думаете? Честно, думаю, что шансов с каждым днем все меньше и меньше. Это что-то означает для Петра Порошенко или нет? Ну, я не совсем знаю, что у него внутри, там у него внутренний мир, какой сейчас он, давно не общались. Но, понимаете, по большому счету все, что для него такое серьезное означало, мне кажется, случилось на президентских выборах. То есть вот этот результат на президентских выборах это и есть как бы вот уже знак большой. А это останется ли он в процессе на уровне, там, 25 депутатов или не останется, это, на самом деле, мне кажется, уже не так важно. И для него не важно, и для всех не важно. Поэтому, я не знаю, мне бы очень хотелось бы, наверное, до баланса, чтобы политическая сила в парламенте была. И, во всяком случае, те, кто придерживается, вот, чтобы имели представительство, те люди, которые придерживаются вот таких вот взглядов. Но, действительно, шансов не так много. Насколько это будет там окончательный конец именно этой политической силы? Ну, видимо, если они не пройдут, видимо, да. Если они возьмут там барьер с 5-6 процентами, сказать, что у них будет заделано будущее, это сделано – нет. Там нужно менять практически все, если уж на это пошло. Ну, все. А вот 5 уголовных дел, а вот 5 уголовных дел против Порошенко, которые открыты. Ну, понимаете, я сейчас, насколько понимаю, что он, вот, президент Эмид Зеленский и вся его команда, пока я не вижу у них желания использовать уголовные дела в политической борьбе. Во-первых, они считают Порошенко своим политическим серьезным оппонентом уже. Ну, что по цифрам, в общем-то, и понятно. А во-вторых, помните, вообще говорили, что вот сейчас себя подкрывают дела, будут ходить на допросы. Никто не ходит на допросы. Ну, или ходят, но редко. И никакой компании со стороны Зеленского по отношению на уничтожение, значит, своего предшественника нет. Это вообще-то хорошо, на самом деле. То есть пусть это будет расследоваться, но будет это спокойно и не подвыборы. Вот. И поэтому это вопрос уже будущего. Вопрос, что будет после выборов, как будет жить дальше и что будет дальше с этими многочисленными эпизодами, по которым эти дела возбуждаются. Очень бы хотелось, чтобы эти дела были обоснованными и, в общем, имели под собой какую-то почву. Потому что, знаете, бывает такое, что на человека можно смотреть все, и что было, и чего не было. А мне бы хотелось, чтобы это осталось то, что было. Вот за то, что было, конечно, все люди должны ответить по полной правиле. То, чего не было, ну, вешать лишнего не надо. Там достаточно чего расследовать, поверьте мне. Верю. Не сомневаюсь ни на минуту. Еще какие-то есть вот интриги или всего? Есть интрига, будет у нас четыре партии в парламенте или пять, вообще-то, на самом деле. Это если говорить о солидарности, но дело не в этом. Есть еще действительно партия смешка, значит, Игоря Петровича силой чести, забыл, как называется. Есть эта партия, и есть тоже вопрос, попадет ли она. Потому что, в принципе, у нее есть потенциал, как говорит наш спикер, потенциал есть. Но воспользоваться они им или нет, это вообще большой вопрос. И потом на этом поле, на очень небольшом достаточно поле вот таких условно русскоязычных патриотов, там достаточно много уже участников и игроков. Там сейчас включится «Апоблок», который, «Апоблок» не по платформе, а «Апоблок». Но они же вот не проходят по рейтингам. Понимаете, с ними, вот там как раз, им бы как раз были выборы, конечно, в октябре, цены бы не было тогда, время было бы раскрутиться. Потому что по лицам, это по той пятерке или десятке, которую они выглянули, на самом деле они конкурентоспособны по отношению к этой платформе, которая Бойко Медведевича Крабиновича. У них достаточно яркие лица для их электората, подчеркиваю. И самое главное, у них, на самом деле, такой немножко другой взгляд и другое предложение для избирателей Юго-Востока. Потому что все-таки Бойко Медведевич и Крабинович все прекрасно понимают, и, в общем, их риторика, их слоганы построены так, что это представители Российской Федерации в Украине. Во всяком случае, все, что говорится о том, что это надо принять предложение Путина, и у нас будет мир. В общем-то, честно говоря, никаких больших предложений я оттуда не слышу. Это достаточно много людей на это поддерживает, между прочим. Это когда мы говорим, что вот они предатели, они не предатели, они просто так считают. Вот там 10% или 8% людей. И избиратели не будут, они спокойно зайдут в парламент, все будет, как полагается. Но, мне кажется, что представители, собственно, украинского бизнеса, которые имеют здесь, в Украине, имеют активы, имеют, в общем, зарабатывают деньги, условно, здесь, закреплены в Украине и, в общем, меньше зациклены на истории украино-российских отношений. Потому что, мне кажется, особенно в последнее время, что мы должны перестать... Россия, конечно, будет, всегда есть, конятный сосед, все и так далее. А мы говорим об украинских делах. И мы должны, прежде всего, говорить о том, что сделать здесь, в Украине. И вот эти люди, которые в АП-блоке, они, мне кажется, в большей степени ориентированы на это. Да, говорят, что это там олигархи и так далее. Но это, знаете, это украиноцентричные олигархи. Это люди, для которых Украина ценна. Хорошо, как место для работы, место для зарабатывания денег. Все это понятно. Но она ценна. Украина, как таковая страна. Мне кажется, сейчас очень важно, чтобы такая политическая сила была. Успеют ли они... То есть, они будут расти, конечно. Только-только сформировалась вся эта пятерка. Десятка. И вообще список. Они только поняли, кто они. И, я так понимаю, идет разработка слоганов на сегодня. Но... Мне бы хотелось, чтобы они барьер преодолели. Хотя, согласен, шансов пока не очень. Очень много. Посмотрим. Сейчас динамика будет. Будет все это двигаться очень быстро. Цифры. И... Что-то мне кажется, что, наверное, перспектива все-таки есть какая-то. То есть, какая-то доля вероятности, что они попадут, есть. Ну, и... Вот... Что будет после выбора? Вы уже сами поставили себе этот вопрос. Вот, возможно, и союза об этом говорится много. Но пока... Очевидно, никто даже не понимает, какими могут быть эти союзы. И... Получит ли Зеленский всю полноту власти? Да. Вы же знаете вот все вот эти нюансы, связанные с полнотой власти в стране. Да. Понимаете, тут интересный момент в чем? У него, на самом деле, услуги народа есть очень большая... Есть большая вероятность, у них есть, в общем, возможности полностью забрать власть в парламенте. В парламенте, подчеркиваю. Ну, и камни автоматически. И сформировать свое правительство. Такие возможности есть. Потому что мы же сейчас считаем не только по цифрам, там, сколько там по спискам получат одни, сколько мажоритарщиков. Не забывайте, что есть огромное количество одномандатников, которые будут самодвиженцами, которые выиграют выборы, и которые в первые же дни прибегут в слугу народа и скажут, возьмите нас, пожалуйста, к себе. Потому что субвенции на округа, потому что мажоритарщик, у которого нет поддержки во власти, как известно, он мажоритарщик такой, немножко покалеченный. Потому что, как бы, у него воздуха ему не хватает, как-то дышать тяжело. Это вам все скажут такие люди. Поэтому мажоритарщик такой вот, чтобы он как-то существовал и был заметен, он должен быть где-то во власти. Ну, они все придут во власть. Я думаю, что они там в слуге народа еще конкурс устроят, кастинги будут проводить. Кого брать, кого не брать. Еще не всех возьмут. Но те, кого возьмут, и может хватить на то, чтобы у них было большинство. Но! Мне нам будет всем очень интересно смотреть за эволюцией и вообще за созданием этой структуры. Будем реалисты. Партия слуга народа не существует в природе. А я просто нет. Это просто у нас сейчас, это такое сообщество людей. Нет, не сообщество. Это просто люди, которые еще не стали сообществом, потому что они друг друга не знают. Они никогда в жизни друг друга не видели многие. И увидят друг друга или на их тренингах, которые они сейчас там будут, насколько я знаю, проводить, или на обучающих программах, когда их будут водить по Верховной Раде и показывать, как кнопки жать. Где эта кнопка волшебная, которую надо нажать. Они этого не знают, где столовая и так далее. Вот там они познакомятся во время этих экскурсий. Поэтому в процессе этого знакомства мы можем только предполагать, что будет в итоге. Единственное, что мы можем узнать точно, что квалифицированно управлять сверху фракцией в количестве больше 150 депутатов невозможно в принципе. Это не было возможно никогда. Даже Янукович и даже партии регионов, где была, как мы помним, жесткая дисциплина, где были водители и секретарши, и то голосование иногда сдавали сбой, потому что кто-то отвлекся и не увидел руку Михаила Чечетова. Как вы помните, махал ей налево и направо, типа за или против. Не говоря уже про следующую итерацию всей этой такой мегафракции, это блок Петра Порошенко. Мы там тоже знаем. Который тут же разбился на группы. Группы что-то решали сами. Голосовать, не голосовать. А тех, кто не хотел, просто плевал и не голосовал, даже если это было решение фракции и просьба президента. Но это мы имеем в виду фракции, которые более-менее как-то структурированы. Это будет абсолютно не структурировано. Она будет структуироваться по дороге, уже по ходу действий. Люди будут сбиваться в клубы по интересам. Я думаю таких клубов там будет несколько. Самое интересное, какие они будут. Ну условно говоря, клуб средних бизнесменов будет, наверное. Наверное будет клуб волонтеров каких-то, потому что там есть такие люди. будет клуб ученых небольшой. 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 Будет, ну что еще. Ну наверное еще какой-то клуб любителей Зеленского лично. Ну и так далее. То есть вот это вот, будут эти группы, которые, над которыми надо будет ставить потом руководителей и, значит, народить руководителей и решать, что делать, как голосовать. Плюс мы же, да. Плюс мы же авиатарщики, которые прибегут, которые на самом деле сами себе головы и сами знают, что делать. Вот. И половина из них, если не больше, считают яркие индивидуальности и знают все про все. Они вообще никому не подчиняются. И как голосовать тоже знают, да. Да. И поэтому, да, люди очень свободолюбивые, потому что они не терпят вот этих команд сверху. В общем, и все это попробует взлететь. Это будет очень интересно. Мы, я думаю, увидим очень много таких. Это будет на наших глазах создаваться вот такая вот квазипартийная структура. Ну квази, потому что партий как таковой уже нет. Вот вниз там, она не существует внизу. Очень на 99% абсолютно новые люди, действительно. Ну кроме мажоритарщиков, которые там будут их учить, кстати. Кстати говоря, главное, чтобы плохому не научили. Главное, чтобы опытные мажоритарщики, попавшие в партию «Слуга народа», не сразу не начали учить этих, значит, юношей и девушек плохому, как деньги брать. Это просто, прежде всего, я думаю, руководство партии должно заняться прежде всего. Оградить их, оградить эти неокрепшие сознания, умы этих молодых юношей, детей и подростков от тлетворного влияния, значит, мажоритарных этих товарищей. Да, так вот, в любом случае, будет очень важная история с Кабмином. Конечно, вот они введут, значит, Кабмин. Это, на самом деле, вызов для президента, прежде всего, потому что это он будет предлагать людей. Будем реалистами, он будет предлагать людей и не только на должности министра обороны и страны дел, а на все остальные министры. Это будет генерироваться оттуда. Вот. И после того, как Кабмин этот будет утвержден, а он будет утвержден, как вы понимаете, поскольку на сообщество 207 человек хватит для того, чтобы утвердить всех министров. Не будет у них долгих разборок, кто кому быть. Нет. Все это будет сделано. И вот с этого момента мне кажется, что мы попадем в совершенно новую историю, в новую конфигурацию. У нас такого никогда, на самом деле, не было. Когда у нас, де-факто, будет форма власти. У нас сейчас парламентско-президентская по Конституции, а она у нас будет правительственно-парламентская. Очень интересно. Это почему? Я думала, вы скажете «президентская». Не-не-не. Правительственно-парламентская. Потому что президент – это президент, но вы же видите по его действиям, я его, в общем, думаю, что понимаю, что он хочет. На самом деле, нет никакого желания, в отличие, кстати, от всех предыдущих президентов, может быть, за исключением Ющенко, выстроить систему власти под себя. И лично возглавить вот эту вертикаль, которая опускается вниз, там, знаете, как вертикаль, обычно такая, пирамида такая. Вот у нас, мне кажется, система будет существовать без пирамиды, просто потому что, не потому что она не построена будет, потому что ее никто не будет строить. Потому что, мне кажется, мы увидим, что это действительно другой президент, совершенно новый, не отличающийся от всех остальных, которые были до этого. Мне так кажется. и там какие-то стратегические вещи важные, да, наверное, он этим заниматься будет. А разбирайтесь там о том, значит, кто, как голосовать, за что, конкретные какие-то меры, там, введение рынка электроэнергии, невведение рынка и так далее. У меня очень-то ощущение, что все это уйдет в правительство. И фигура министра в этом смысле будет гораздо более важной, чем раньше. У него будет гораздо больше свободы действий, у него будет гораздо больше ответственности, в том числе, и власти. И мне кажется, что основным игроком на поле экономическом и политическом у нас будет правительство. А администрация, не совсем понимаю, какая должна быть роль, какая будет роль, озвученные, значит, планы мы слышим, да, о том, что это действительно, там, офис, а не администрация в чистом виде. Офис, кстати говоря, хорошее слово, потому что, если оно, содержание будет соответствовать этой форме, то это действительно, вот, как бы, эта форма обслуживания президента, принятая в парламентско-президентских республиках, в разных странах, которые мы видим. Например, в Польше, например, у президента Польши, на самом деле есть офис. Это не администрация президента Польши в нашем понимании. То есть это не параллельное правительство? Это не то, что правительство, у нас администрация была над правительственным органом. Это не параллельно, это было над ним. Это была управляющая структура. Так вот, если администрация перестанет быть управляющей структурой правительства, я вам скажу, что мы, если это произойдет, мы окажемся в совершенно новой ситуации. Мы к ней будем еще очень долго адаптироваться и привыкать. Но, в мое ощущение, что это, на самом деле, будет очень интересно и, наверное, правильно. У меня впечатление, что тогда и у нас может закончиться эта история с двоевластием, постоянной разборкой, президент, премьер и так далее. Если Зеленский выстроит так отношения, или сами они выстроятся таким образом, что у нас не будет этих разборок президента премьера, их не должно быть при такой конфигурации власти вообще, в принципе. Если он найдет себе свое место, а условно Кабинет министров будет отвечать за все, для президента это же выгодно, на самом деле, вы же знаете, прекрасно. Потому что, скажите, ребята, ну вот у нас правительство, если де-факто идея Юры, оно будет реально заниматься экономикой, это все проблемы с экономикой, это, в общем, будет ответственность правительству. И всегда удобно поменять. Да, потому что у нас обычно, знаете, как раньше было, у нас уже хотели всем руководить, нет, за что не отвечать. Да, это правильно. Не получалось, ну не получалось. Я им всем говорил, ну не получится, ребята. Если вы руководите, вы отвечаете. А если вы не отвечаете, то вы не руководите тогда. Так вот, у меня такое впечатление, что сейчас мы приблизимся к той ситуации, когда действительно и руководить, и отвечать будет именно правительство. А вот у меня тогда в связи с этим вопрос. Если слуга народа получает условно большинство, и от их партии идут министры, от их партии премьер-министры, то тогда президент все равно отвечает за все. А тут уже как, зависит от того, как выстроить отношения, как выстроить вот эту иерархию в этой структуре. Ну а чего от партии? Как откажешься-то? От партии никак не откажешься, но это зависит от того, ну роль президента-то какая. Он кто? Он действительно игрок. Он решает все вопросы, в том числе экономические. Есть такой соблазн. Вот знаете, я вчера был на встрече президента с бизнесом, и я посмотрел на все это дело. Конечно, есть соблазн у человека принести людям счастье, чтобы они его полюбили. Например, я отменил 160 указов всех президентов до того, не только, и всех остальных, которые устарели. Да, все радовались, плакали, обнимали друг друга. Но это на самом деле то, что он действительно реально может сделать, взять и отменить то, что было раньше. Потому что сейчас уже указы, как известно, президент сдавать особенно не может в экономической сфере. Да, а все остальные обещания, это на самом деле… Сейчас он может об этом говорить, потому что правительства нет. Ну, есть, но не его. И парламента нет. Но если будет какая-то следующая встреча с бизнесом, то я бы… Знаете, тогда будет несколько нелогично, когда будут такие же вопросы, как и были вчера. Например, по контрабанде, по налогу на выведенный капитал, и все остальные вопросы, это вообще вопросы не к нему. И если он для себя преодолеет вот это желание принести всем людям счастье, и соответственно там решать, чтобы все поняли, что это он решает все вопросы, эти вопросы должны решить Кабинет министра. На самом деле это вопросы к премьеру. А президент – это стратегическое решение, стратегический курс. Это контроль, кстати говоря, в какой-то степени за действием правительства. Имеется в виду, что если его куда-то заносит, если он не соответствует курсу, то надо его отправить. И он же, во-первых, не будет формальным лидером этой партии. Ну и Порошенко-то не был формальным лидером. Ну, знаете, можно не быть формальным лидером, но если партия называется блок Петра Порошенко, ты можешь сказать, что это конечно однофамилец, но на самом деле все понимают, что это ты и есть. Поэтому это партия. Но я к тому, что система, мне кажется, подчиненности в стране у нас будет совершенно другая. И это такой, если хотите, эксперимент. Мы дожили до того, что у нас в стране еще и этот эксперимент будет. Эксперимент, который, еще раз, результат которого мне, например, лично очень интересен. Как вы думаете, может Зеленский и Вакарчук, могут ли они быть в одной коалиции их? Ну, это в случае, если коалиция вообще не нужна. Даже если не нужна. А вот в любом случае, даже если они формируют, все-таки вернусь к этому, даже если они могут сами сформировать это большинство, нужна ли ему коалиция или нет? Нужно ли кого-то взять в партнеры, чтобы подстраховаться? Или просто, чтобы сказать, ну вот я там объединяю общество? Тут единственная опасность в том, что если ты сам формируешь правительство, если ты сам все формируешь, то все остальные политические структуры оказываются к тебе в оппозиции. Автоматически? Да, ну просто автоматом, просто по факту. Вот в оппозиции. И, то есть, условно, куда ни поди, везде там оппозиционер. Вот выйди из дому, а там оппозиционер сидит какой-то. Не очень комфортно. Конечно, хотелось бы иметь каких-то опор и партнеров. Но, еще же, есть просто рациональное поведение. Рациональное поведение мотивы подсказывают, что это ему не нужно. Потому что, с одной стороны, да, с другой стороны, у этого же партнера есть какие-то свои интересы, есть какие-то свои идеи, отличающиеся от тех, которые есть у тебя, может быть. И поэтому, потому что, понимаете, как мы говорим о партии «Слова народа», который пока не существует, а точно так же не существует и партии «Голос». Очевидно. Вот это мы сейчас видим, наблюдаем за зарождением этих структур. Вот они вот рождаются буквально там у нас на глазах. То есть, имя у детей уже есть, а детей еще нет. У нас такая ситуация. Да, а дети вот появляются, появляются. Головка пошла, там все остальные части тела. А части тела, кстати, мы не знаем, какие они головы знаем, а остальных нет. И каким они будут, это тоже неизвестно. Поэтому сейчас говорить о каких-то там союзах традиционных политических, невозможно под отсутствием субъектов. Дальше может быть все. То есть, когда они сядут в парламенте, так или иначе, вот эти не существующие пока структуры, они вот институциализируются, там появятся какие-то люди, аппарат, там какой-то костяк, который будет работать уже более-менее структурированно. Вот тогда можем говорить об обвинении. Но мне кажется, что тогда все равно у каждой партии будет свой путь. Потому что, вы прямо говорите, у Корчака амбиции тоже не оппозиции, а тоже власти. И это нормально. И мне кажется, что они, скорее всего, выберут конструктивную позицию, как вы знаете. То есть, не воевать лично с президентом, а воевать с отдельными, или с партией его, а воевать с отдельными его неправильными решениями. Очень такая позиция аккуратная и дает простор для работы на будущее. То есть, не конфликт, а так. Это, кстати говоря, я думаю, что это на первое время, первый год, все, кто не попадет во власть, вот они все будут поддерживаться именно это. Потому что, ну, смешно воевать принципиально с партией, которая получила там половину голосов по списку, 50 процентов, или около того. А это значит с людьми воевать. На первых порах это будет конструктивно, а дальше в зависимости от того, что будет происходить. Если что-то там, какие-то ожидания людей не оправдаются, рейтинг начнет падать, он, конечно, начнет падать. И это неизбежно, это нормально, он не может быть настолько высоким. Но тогда может все это дело, борьба эта обостряться. Ну, а теперь, если позволите немножко об украинских олигархах. Потому что многие эксперты в кулуарах тихонечко говорят о том, что Штаты, в частности, начали охоту на украинских олигархов. И тут вспоминают две фамилии, в связи с этим Феркаш, который может переехать в Соединенные Штаты. Буквально в следующей неделе суд. Вот, и о Коломойском, конечно, говорят. Ну и в связи с этим раз уж заговорили, я хочу вспомнить, что вот президент рассказал, что он договорился с некоторыми олигархами по ряду вопросов, что они должны сделать для страны. Вот это было достаточно интересно, это впервые я это услышала. Ну, вот президент сказал, что Пинчук, он будет заниматься, вот прямо сейчас он купит квартиры для семей 24 военнопленных моряков и будет решать социальные проблемы всех военнослужащих. Это очень интересная поставка вопроса. Ахметов пообещал отказаться от формулы Роттердам плюс и вкладывать деньги в медицину дару инфраструктуры Донбасса. А Коломойский очень большие деньги будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса, но он пока об этом не знает. И вот когда вот это, с одной стороны, мы видим, как, ну, вот, очевидно, Америка поджимает, потому что не видим, вы сейчас это прокомментируете, а с другой стороны, вот, Зеленский находит им какое-то применение. Это что такое? Вот расскажите, что это происходит? Знаете, очень много уже сравнений было с больницей будущего, которая, помните, да? Которая, на самом деле, оказалась больницей прошлого. Так вот, больница будущего, что, условно говоря, президент, вот тут вот, ему нужна какая-то красивость, какую-то, ему делают олигархи красивость, он за это благодарен, и поэтому он их не трогает. Ну, я сейчас не совсем помню уже мотивацию Виктора Андреевича Ющенко, когда они вот создавали, это, скорее, это была игра, больше какую-то красивую, это красивая игрушка. Мне кажется, что вот, когда они думали в команде президента, как вообще с олигархами, как людям показать наши к ним отношения, то есть мы с ними воюем, действительно их убиваем, выселяем или мы с ними сотрудничаем, пришло понимание, что, наверное, все-таки, поскольку их девать все равно деть некуда, они все равно наши, родные. Даже те, за которыми охотятся иностранные правоохранительные органы, они все равно наши. Вы как-то теплоупрямо это сказали. Ну, они просто нам очень близки, или мы им близки. Впрочем, мы живем в одной стране. И Игорь Валерьевич Коломойский, пока он гражданин Украины, его, конечно, выдать отсюда просто невозможно, по законодательству Украины. Я это имею в виду, когда говорю о близости. Мы не можем их выдать, понимаете, не можем, не имеем права. Так вот, значит, они, видимо, нашли, подумали о том, что они могли сделать хорошего для страны, чтобы оправдать свое существование, сосуществование с народным президентом. И решили, видимо, написать им каждому такие задачи, которые они должны решить, и тем самым, значит, дать возможность президенту, когда его задают вопрос, что же у нас с олигархами, чтобы он сказал, вот они. Впрочем, раскулачиваем. То есть, короче, на картошку он их послал. Да, да. Он их послал на картошку. Вот. Пойдут они туда или нет, мы же помним, много кто ездил. А как они будут работать на этом поле, не знаю, посмотрим. Разные были прецеденты в нашей истории. Работали с 9 до 6, работали там 2 часов в остальное время. Пьянствовали, тоже было. Но это всегда было весело. Это всегда было весело. Поверьте, это тоже будет весело. Счастье тоже будет веселиться. Конечно, хорошо, чтобы случилось что-то общественно полезное. Мне хотелось бы, чтобы под этой вывеской, конечно, они еще что-нибудь тут забрали. Хотя, ну вот, я про всех не скажу, но Пинчук и Архметов на самом деле люди, которым сейчас очень важно, мне кажется, знаете, не то чтобы обезопасить активы, а создать комфортную среду для собственного бизнеса в этой стране. Комфортную среду, где тебя не убивают. Не убивают, имеется в виду, бизнес. А комфортную, когда нет опасения, что начнут деребанить. А такие опасения появились, как вы знаете, потому что Игорь Валерьевич Коломойского боятся в этой стране многие. Ну и, в общем, человек такой с активной жизненной позицией, я бы сказал. Так вот, этой активной жизненной позиции все остальные опасались. Вы сказали это в прошедшем времени, опасались. У меня такое впечатление острое, когда они все пообщались с Владимиром Александровичем, мне кажется, что они им поверили. Поверили его словам, которые он, наверное, им сказал, я так думаю, которые звучат примерно следующим образом. Я никому ничего не должен. А Игорь Коломойский тоже этому поверил? А Игорь Коломойскому надо совсем не поверить, а надо это принять или не принять. А тут уже вопрос неверы, вопрос согласия или несогласия. То есть, позиция, когда президент никому ничего не должен, совершенно нормальная и правильная. А вот, мне кажется, вот Пенчукова Ахмедова устроит абсолютно. И в том числе и им, чтобы он не возложил, не надо. А Коломойскому, я думаю, что это надо. То есть, мне кажется, внутреннее сопротивление этой позиции у него есть. У меня такое ощущение. Но знаете, когда я послушал президента, в том числе и на этой встрече знаменитой в лесу, у меня, не передавая, что там было, у меня создалось острое ощущение, что если какие-то договоренности и были, а если какие-то, я не называю это обязательствами, договоренности, то все они обнулились в день инаугурации. Вот внутренне для него, в день, точнее, на следующее утро после инаугурации, он про них, про всех забыл. Не повезло Игорю Валерьевичу. А это, знаете... Он не ожидал, наверное. А это, знаете... Ну, я, знаете, там все так быстро этот проект развивался, что, мне кажется, там, вспомните, еще, господи, еще год назад вообще была идея это все материализовать только всего лишь во фракции в парламенте партии Зеленского. Кто же думал, что это так, настолько ломанет? Вот. Но мне казалось, опять же, знаю немножко отдаленно, правда, не всегда, мы там честно общались, знаю Зеленского все эти годы, да и вообще, понимая психологию человека, который попадает на такую власть, ну, представьте себе, он всенародно избранный президент большой европейской страны. А уже со своими там, ну, своими правами, полномочиями и местом в истории. С одной стороны, и олигарх, каким бы он ни был, большой, маленький, даже не говоря о том, насколько он там токсичный или нетоксичный, и олигарх, ну, это, извините, это разные уровни. Уровни разные. Сегодня олигарх один, завтра другой, а ты всенародно избранный президент. Поэтому разорвать вот эту зависимость, если она была, или какие-то там, какая-то зависимость духовную, материальную, неважно какую, это просто святое дело. Сейчас многие приводят примеры Путина и Березовского. А вспоминаю, конечно, Зеленский не Путин, ну, конечно. Понятно, что там ФСБ, там структуры, опыт, чекисты и так далее. Ну, конечно, мы бы его на кого-то перейдем. Но, но психология у людей одна. И в этом смысле, в смысле, не в смысле последствий, не в смысле, что он там, его, Игоря Валерьевича, будет гонять по всему миру уголовными делами, а в смысле внутреннего понимания, кто я и кто остальные, мне кажется, что здесь все аналогии уместны. Тем более, что и Березовский, и Коломойский, в принципе, люди примерно одного порядка, потому что оба умные, оба авантюрные, и оба, ну, скажем так, без ограничений в своих фантазиях. Без. То есть любые, все возможно в этом мире. Вот. И еще раз говорю, я не, Украина не Россия, Зеленский не Путин, все это понятно. Но все-таки, мне кажется, что вот это отделение и президента от него остального, от этого человека, и от остального бизнеса, оно не могло не произойти. Александр, ну, вот в этом смысле, вы правильно заметили, Путин ведь опирался на мощную такую структуру, которая так или иначе разветвлялась до самого низа. А ведь у Зеленского нет такой структуры, прямо скажем. Более того, даже его команда, ну, надо честно признать, она ведь тоже ограничена. И как только, если по-настоящему акулы начнут гоняться за ним, акулы, ну, мы знаем, какие акулы, то ему будет очень нелегко Зеленскому. То есть мгновенно включатся каналы. То есть украинские олигархи тоже умеют действовать. И вы лучше меня знаете, как они умеют действовать. И в этом смысле, что может стать опорой Зеленского? Потому что народная любовь, она же, ну, как, она вот очень быстро, раз там цены поднялись на энергоносители в сентябре, и народная любовь как-то быстро уменьшилась. Потом подключились телевизоры и пошли работать. Это очень хороший вопрос, потому что, что вообще является опорой власти в этой стране? Потому что, действительно, до последнего времени это, на самом деле, реально действительно были олигархи. Вот, хотя, как мне сказал один представитель бизнеса, как-то, вот все говорят олигархократия, олигархократия в этой стране, Украина и так далее. А при этом всем, за последние 20 лет сказал он, все мы стали беднее. Все, так называемые олигархи, стали беднее. Падает стоимость активов. Они разрушаются, в силу того, что разрушается инфраструктура, война и все остальное. Мы все стали беднее. В это же время, сказал он, наши чиновники стали значительно богаче. И поэтому, в этом смысле, Украина, это не страна олигархократии, а страна победившего чиновничества. Ух ты! Неожиданно! Начиная от премьер-министра, продолжая министрами, и продолжая всеми остальными. Потому что, понимаете, когда человек приходит на должность в правительстве, не имея ничего, а выходит мультимиллионером, что в нашей истории происходило неоднократно, когда мы об этом вспомнили, у меня нет оснований с ним не согласиться. Это правда. Что может быть опорой? В этом смысле чиновничество опорой быть не может, тогда это все сгниет окончательно и очень быстро, в силу того, что мы сейчас сказали. Ну, с одной стороны, мне кажется, неизбежно разделение вот президента от партии, отделение его, я бы сказал, в информационное как-то, то есть партия «Слуга народа», правительство «Слуги народа» будет существовать, а президент будет существовать отдельно. Это первое. Что касается собственно «Слуги народа», я думаю, что вот, я имею в виду как структура партии, где она, где ее место, насколько она будет, потому что именно она, ну, квази-структура, не знаю, будет ли она реальная, она будет олицетворять, собственно, всю власть в этой стране, да, я уже сказал про кабинет министров. Нам надо найти, им надо эту опору найти. У меня сейчас нет ответа. Это точно, еще раз говорю, не крупный бизнес, хотя он должен быть, и они с ним будут сотрудничать, никуда не денутся, и это на самом деле не страшно. Страшно, когда, как мы знаем, когда один бизнесмен, получает власть над половиной правительства, будет он хоть президентом, хоть кем угодно, он бизнесмен. А вот это нехорошо. А если речь идет просто о сотрудничестве, о кооперации, если хотите, потому что это действительно те владельцы реальных активов, в этой стране, не те, кто сидит на схемах, а реальных. Вот они, поскольку их страны никуда не сбегут, с ними надо работать. Но где опора, значит, именно системообразующая, потому что, как мы сказали, ФСБ, это на самом деле система образующая структура России. Сверху до низу, да. Совершенно верно. И именно она является базой для политической настройки, я бы сказал так. Вот. Здесь такой базиса нет. И, ну давайте так, я думаю, что все будем его искать. Эту базу. И вот я вспомнила то, что вы вначале сказали. Вы сказали, что вам кажется, что Зеленский будет не тем президентом, который будет строить вот эту вот вертикаль сверху до низу. Вот это вот, я просто помню вот эту вашу казнь. Да. Она ведь тоже в этом смысле важна. Понимаете, я думаю, что, во-первых, это правильно, потому что, во-первых, ее построить невозможно вертикаль в наших условиях. Мы же не России еще, у нас нет вот этой, нет. Прежде всего, подпитки финансовые, да, нефть и газа, в том виде, в котором она есть в России. Потому что для всего остального, даже для ФСБ нужна финансовая основа какая-то экономическая. Если там, если страна бедная, то на роль ФСБ незавидная будет. А есть, должны быть деньги. Поскольку тут с деньгами проблемы и с инвестициями проблемы, я думаю, что вот тут невозможно вот это вот выстроить какую-то систему сверху донизу, чтобы она работала как часы, а наверху сидел отец, значит, наш президент. Не будет этого. В любом случае эта система будет децентрализованная. Конечно, это будут отдельные вот как бы сегменты будут существовать. Сегменты и территориальные как громады, и вне территориальные имеются в виду сегменты, как отдельные части экономической жизни. Например, какие-то вот там, словно говоря, там айтишный, например, кластер, да, такой вот айтишник. Это же отдельный как бы такой сегмент экономики достаточно важный. Агросектор. Он тоже вне, собственно, территориальный, но тем не менее, все наши агрожения, вот эти агроолигархи, они тоже представляют собой уже достаточно серьезный вес, серьезную силу. А если говорить об общественных объединениях, то это действительно волонтерское движение в той или иной степени. Она, конечно, будет меняться, она трансформируется, но тем не менее, она все равно будет существовать. А вообще теория, вот знаете, есть такая теория сообществ новых, она сейчас активно развивается, теория комьюнити. Вот, мне кажется, что очень важно будет создавать для, может быть, и сверху насаживать, но чаще всего просто подпитывать, вот создание постоянно новых сообществ в нашей стране. Это действительно очень важно. Кстати, мне думается, что мы тоже должны этим заняться активно. И понимание, что сообщество в нашем мире, особенно в мире интернета, в мире фейсбука, социальных сетей, это может быть основой для уже реальной экономики, для реальной социальной жизни. Вот, так что тут, знаете, на самом деле это очень интересно, потому что это такой социальный эксперимент, в том числе. Вот у нас впереди социальный эксперимент. Вот, если кто считает, что мы от экспериментов устали, так вот, я спешу заверить, все, что было до этого, это были не эксперименты. Это было так, игра. А настоящий эксперимент начнется сегодня, да, потому что, еще не забывайте о том, что это все перезагрузка, вся эта система, она же продолжится дальше, до местного уровня. Мне кажется, что местные выборы неизбежно произойдут раньше, чем по Конституции, потому что это все должно перезагрузиться. Вот, и у нас, в общем, на самом деле, у нас на глазах будет создаваться действительно новое, создается новое государство. Очень важно, чтобы, конечно, чтобы, вот, роль президента, мне кажется, в этой связи, знаете в чем? Во-первых, ну, помогать или не мешать, скорее не мешать, а во-вторых, создать внешние условия, постараться, создать внешние условия для вот этого вот социального эксперимента. Это очень сложно, мы знаем прекрасно все, мировые игроки, Россия, Запад, так далее, все понятно. Но у меня, мне кажется, что в этой всей очень сложной, тяжелой политической игре, внешней политической, основной целью для президента должно стать именно сберечь вот это, знаете, вот внутреннее, сберечь государство, конечно, прежде всего, с его внешними границами. И защитить, собственно, нашу вот внутреннюю жизнь от любых внешних влияний. Хоть с запада, хоть с востока, мне все равно. Мы должны пересобраться. Вот страна должна пересобраться. Но сделать она может только сама. Без, значит, сигналов слева, справа, снизу, сверху. Это было бы идеально? Вот. Ну, это очень сложная история. Я сразу говорю, это действительно тяжело. Донбасс, там, войны. Просто, значит, постоянный вопрос в мире, что делать с Украиной. Постоянное желание, значит, здесь навести порядок какой-либо. Как я думаю, все это, конечно, есть. Неопытный президент, у которого нет опыта работы со всеми этими мировыми лидерами. Это тоже правда. И это очень большой риск. Все это ясно. Но у нас, извините, другого выхода нет. И у него нет другого выхода, как из этого выбираться. Просто тут мне очень, кажется, важны цели указания. И второй момент. Это тоже очень важный для команды всей президента и для него самого. Это все-таки выстроить, хотя бы написать для себя на бумажечке, выстроить, какой должна быть страна концепт страны, какой должна быть страна Украины. Той, которой она была раньше, она уже не будет. Все. Закончилась страна, где половина страны воевала, а половина страны плевала воюющим спину. А это у нас было. Давайте будем реалистами. Этой страны больше нет. Кстати, слава Богу. На самом-то деле. Потому что это неестественное состояние. Когда одни умирают, а вторые издеваются над теми, кто умирает. Нет. Этого не будет. Ее надо собирать. И вот эта история сборки. Мы, кстати, и в членом команды, Ива Корчуков, в том числе и в интервью, создали вопрос, что может объединить, какой должна быть страна, чтобы в ней, условно говоря, комфортно чувствовали себя Муравьев и Ветрович. Хороший вопрос. Как символы. А на самом деле я имел в виду, и Корчук об этом сказал, что ты имеешь в виду политиков, а я имею в виду людей ниже. Глава райадминистрации в Львовской области и мэр какого-то маленького городка в Харьковской области. Ну и вот мы на месте формулировали, а какое, что должно быть. И если коротко, то Слава сказал о таких, то есть все, что он говорил, это на самом деле он говорил о свободах. То есть на самом деле о свободах и комфорте. То есть до того момента, когда мы дошли до уровня, с кем нам объединяться и идти в союз, то ли с Америкой, то ли с Россией, то ли с Европой, вот до этого уровня, как он сказал, четыре из пяти пунктов, они на самом деле совпадали в той или иной степени. Ну, прежде всего имел свобода личности, свобода бизнеса, предпринимательства, децентрализация действительно в каком-то виде, чтобы громада сама определяла вещи, многие, в том числе и гуманитарные. Ну, я бы сказал так, что по отношению к Петровичу есть вопросы, насколько он это все поддерживает. Ну, да, приоритет прав свободы личности перед государством. Знаете... Ну, это все хорошие лозунги. Ну, мы это слышали много лет назад. Но, понимаете, на самом деле... Их произнести несложно. На самом деле свобода, как известно, не только своя, это свобода и другого человека. То есть ты, когда свободен сам, ты признаешь право быть свободным и, соответственно, своего оппонента тоже политически. Ну, да, вот у нас с этим проблем... Вот тут возникают вопросы, да. Так вот, если перейти к... Если нарисовать вот эту новую концепцию... Очень просто. Ребята, вот живут люди в Херсонской области. Ну, пусть они действительно сами в этом районе, в этой области решают, что им... Какой памятник стоит у них на улице. Ну, я считаю, что это правильно. Если говорить уже о памятниках. Ну, не хочу о памятниках, это... О языке, если говорить? О языке, это очень... Тут, в общем, тоже все понятно. Господи, украинский государственный язык, и надо его аккуратно, мягко внедрять во все страны нашей жизни. Основное... Самое важное в этой фразе – аккуратно и мягко. Люди должны его принять, и люди должны самостоятельно сделать свой выбор. Ну, это же ясно, правда. Это же нам так кажется, что ясно. На самом деле, далеко не всем это понятно. Потому что язык – это сброя, как вы знаете, в некоторых... некоторых... в устах некоторых лидеров. Хотя это, на самом деле, неправда. А вот язык – это сфера обитания, это способ мышления. Мышление в том числе. Прежде всего. Это внутренний мир, а не внешний. язык. Так вот, когда мы приходим к таким вещам, вы понимаете, даже если сейчас будет меньше пафоса, а его уже меньше, реально, мне кажется, это уже шаг вперед. Надо вообще делом заниматься, а не лозунги толкать. Вот. Но, возвращаясь к задаче, которая стоит перед «Словой народа», это и вообще перед этими ребятами. Им действительно нужно нарисовать, что-то себе представить, и потом постараться внедрять, насаживать, если хотите, вот этот скелет такой страны, который больше объединяющего, чем разъединяющего. Понимаете? Если мы вот эти идеи будем, скажем, больше акцентировать, говорить и продавливать в народ идеи, которые нас связывают, чем то, что нас разрывает, вот тогда я считаю, что этот проект будет иметь право на существование и на успех. Шанс на успех. Знаете? Потому что, на самом деле, это, хорошо так сказать, трудно сделать, мы же знаем. Конечно. Тем более, когда у нас масса народу и нашим политикам, они живут друг за счет друга. Потому что, прекрасно понимают, «Опа-платформа» живет за счет европейской солидарности, они, как нанайские мальчики, друг другу работают. И, на самом деле, каждый из них рвет какую-то часть себе и хочет там закрепиться. Это, на самом деле, никакая не государственная позиция, это позиция политика. А вот государственная позиция, то, о чем я сказал. Это, на самом деле, работа на создание таких вот центров сборки, знаете, страны, а не в разных частях, да. Чтобы были вот места, где человек там, условно я понимал, что вот это меня связывает, меня в Херсонской области связывает с Закарпатьем, вот это меня в Закарпатье связывает с Харьковом, вот это меня в Харькове связывает с Сумами или с Черновцами. Вот эти вещи, чем предыдущая власть не занималась, это слово, вообще. И, я считаю, это ее наибольшая вина, вообще, на самом деле, в историческом плане. Так вот, вот это, мне кажется, просто об этом нужно, а, говорить, не страшно, если будет много, а истина от повторения немеркнет, а во-вторых, делать, что важнее. Делать, создавать вот такие вот объединяющие связи, строить связи. Строить. И вот это, может быть, одним из ответов на вопрос, как вы когда сказали, что у нас с обществом, да, что будет базой для нашего будущего общества. Вот эти ниточки и могут быть связями, причем не только на верхнем уровне, там, на уровне, на уровне людей. Может быть, все это красиво, идеально слушается сейчас, и, в общем, не знаю, когда мы выходим на улицу и слышим, включаем телевизор, мы слышим все другое, и мы по-другому. Но еще раз, и тут важно понять, что сейчас именно то время, когда создается наше будущее. У нас пять лет, будущее не создавалось. Пять лет мы боролись с настоящим. Время, время ее создавать. Я понимаю, что на этом можно было бы и закончить интервью, хорошее окончание, но нет, даже не отпущу, хоть коротко, если можно, еще один вопрос. Потому что прошлое ваше интервью, которое набрало достаточно много просмотров, много просмотров, много комментариев было, когда вы сказали, что вот вы не рекомендуете этого, но еще было вот там до, собственно говоря, или сразу после второго тура, ну как-то совсем еще давно было, когда вы сказали, что вы не рекомендуете ехать Зеленскому прямо срочно на заседание нормандской группы, потому что он может оказаться в ситуации один против трех. И вот сейчас в развитии этого Зеленский уже провел встречи с Макроном, он встретился с Меркель, и мы видим, что Леонид Кучма, вернулся во главу Минской переговорной группы. Ну, просто так же, наверное, вряд ли Леонид Кучма снова вернулся вот в этот переговорный процесс. И в этом смысле, скажите, пожалуйста, ведь все заговорили снова о реализации Минских соглашений, причем очень активно. Мы помним Макрона, который, ну, может быть, трудности перевода, который сказал, что, возможно, Владимир Зеленский готов к прямому переговору с сепаратистами, и так далее. Вот додавят или не додавят Зеленского прямо вот сейчас выполнить Минские соглашения? Потому что ведь по большому... Ну, и американцы в этом, по большому счету, заинтересованы. Ведь что-то же Трамп должен показать какие-то успехи. Но не покажет же он своими успехами введение там войск на Ближний Восток, например. Или там конфликт с Ираном, и опять там возможность гибели американских солдат. Ведь это же тоже не победа. Значит, нужна где-то в другой точке победа. Вот в этом смысле додавят или нет? Ну, что является победой для Трампа, для меня полная загадка. Это да. Для американского народа. Это понятно. Мы можем себе что-то тут придумывать, а американский народ посчитает совершенно иначе вообще. И вообще, американский народ загадочный. Загадочная американская душа, я бы сказал. Ну, в конце концов, он с Северной Кореей типа помирился. Это, кстати говоря, достаточно... Нет, на самом деле это серьезно много. Ключевое слово типа здесь, по-моему. Ну, да. Ну, да. Вот. Ну, что касается Украины. Понимаете, конечно, очень многие игроки в Европе особенно. Там, может быть, в меньшей степени. Потому что там все-таки существует такое понятие, как где постоит такое глубинное государство, которое играет по своим правилам и по своей игру. И для него, в общем, все мы – это точки на карте. Вот Гройсман говорит, что Украина не только точка на карте, а для многих в мире Украина – это точка на карте. На мировой карте. И вот если говорить европейцам, для них это, конечно, важнее, больнее. Потому что это все-таки ограничивает их жизнь, ограничивает торговлю с Россией. Поэтому надо что-то сделать. Ну, сделайте хоть что-нибудь. И, конечно, когда пришел человек, который получил 73%, они все посчитали, как, собственно, и писалось, и говорилось, что у него развязаны руки. Что он может все. Это Порошенко не мог все, потому что он шел в комфорватере своей политики. У него были рамки, которые он не мог обойти. Он об этом постоянно говорил. А этот все может. Ну, его народ-то поддерживает. Ну, как мы все понимаем, 73% – это не проценты Зеленского, а проценты против Порошенко, как известно. Поэтому, на самом деле, никаких особых иллюзий, мне кажется, ни у кого нет. И не должно быть о том, что он может все. Он не может все. Он просто, вот, действительно, сегодня это был ответ, это не его, пацан, не его поддержка, а ответ, значит, Петру Алексеевичу за все, что он сделал. Поэтому, а мнение людей, на самом деле, что важно, ну, пока что у президента они к людям прислушиваются, да, что там они думают. Мы же эту социологию видим, правда, в последнее время по этой теме стали социологами, я так понимаю, очень активно работают разные товарищи, поэтому там цифры начинают плясать. И вопросы задаются разные, на которых, как бы, нет другого ответа, кроме того, что нужно тут же признать автономию ДНР и ЛНР в составе Украины. Вот чистая манипуляция, конечно. На самом деле, те, например, вопросы, которым я верю, они говорят одно – базовый сценарий на сегодня – это замораживание. Это прекращение огня. Базовый даже для Зеленского? Нет, это для людей. Для людей. Для людей. Многие люди для себя не готовы, условно, принять со спростертыми объектами ДНР и ЛНР в Украину, хоть в виде автономии, хоть в виде чего угодно. Таких людей очень много. Ну, извините, пять лет война шла, в том числе и с ними. Мы понимаем, что действительно они мало что решают. Так вот, при выборе, там, из нескольких вариантов, значит, относительное большинство, там, порядка 38%, они, на самом деле, говорят о замораживании. О том, что конфликт нужно прекратить огонь любыми способами, нужно заморозить острый конфликт и надо потихоньку переходить к фазе сосуществования с этими территориями и с этими людьми, облегчая, в том числе, вот эти режимы торговли, облегчая, убирая все эти, там, границы для передвижения людей потихоньку и так далее. То есть, понимание того, что Россия не отдаст эти территории, у многих есть, действительно, Россия ничего никому не отдаёт сама. Они не уходят оттуда, куда приходят, потому что, если они начнут уходить, они ломаются весь, сама идея империи. Империя не может сокращаться в размерах, она может только расти. Империя, которая сокращается, начинает умирать. Вот, поэтому то, что они оттуда не уйдут, это понятно. И, но мы должны прекратить огонь, мы должны обеспечить людям максимально комфортно, насколько это возможно, жизнь по обе стороны или несоприкосновения. Ну, максимально. Ну, прежде всего, чтобы на них не сыпались, не попал шельный снаряд, не попадал в дома. Это раз. А во-вторых, максимально ещё раз облегчить вот этот вот контакт людей одних с другими. Это первое. Я думаю, что это будет одной из идей команды нового президента, которая не постарается воплотить в жизнь. Но вы же понимаете, что наши западные партнёры не согласны с такой основной вопрос? Почему? А, потому что для них это сохранение санкций в отношении России. Как они могут после этого? То есть Минск нереализован ничего не в России? Знаете, я вам так скажу, что санкции для Франции и Германии, вот те, которые существуют уже несколько лет, ведь мы же прекрасно понимаем, что экономика к ним адаптировалась. Они, на самом деле, сейчас уже почти ничего не теряют. Владимир Владимирович Путин сказал про 150 миллиардов, которые они потеряли. Мы потеряли 40, а они 150. Ну, во-первых, уже потеряли. Всё. Безвозвратно. Но экономика, как было сказано недавно, не помню, каким-то из немецких руководителей, экономика адаптировалась. Экономика Германии и Франции, тем более, что, поверьте мне, вот эти все санкции и контрсанкции российские по отношению к Европе, при том объеме торговли для Германии, даже для Германии, с Россией, по-моему, насколько я помню, около 3% всего оборота, это не так много. Пострадали отдельные бизнесы. Да, это правда. Но они адаптировались. Все уже живут. То есть идея снять санкции, а то мы все помрём, условно говоря, вот бегом сразу, на самом деле это не стремление всего немецкого бизнеса и, соответственно, немецкого правительства. это желание бизнесменов, которые работают с Россией. Небольшая часть этих людей, которые работают с Россией. Это цель всей деятельности, например, Герхарда Шрёдера, как человека, который находится в российской компании на зарплате и считается еще немецким почему-то поддержским деятелем. И так далее. То есть это люди, связанные с Россией. Это с Россией надо снять санкции. Но тоже не критично, кстати, но важно. Они к ним тоже адаптировались, к этому режиму. Но хотелось бы снять, конечно, потому что ограничения существуют. Вот. Поэтому я не думаю, что для Европы очень важно другое все-таки. Не столько санкционный вопрос, сколько вообще вопрос конфликта на сегодняшний. Им нужно погасить конфликт в этой части Европы. Чтобы он перестал быть раздражающим в отношениях с Россией в том числе. Потому что мы же говорим «численные санкции», мы говорим просто о разговорах. Вот сейчас главный разговор о том, что война продолжается, и это правда. Там стреляют, и это правда. И надо с этим что-то делать. Так вот, что вам надо делать? Это надо просто погасить. Ну, то есть Приднестровье, я думаю, на самом деле. Да, да, да. И какое-то время мы начнем жить в режиме Приднестровья. Ну, кстати, до режима Приднестровья еще надо дойти. Потому что все-таки в Приднестровье на сегодня отношения Приднестровья и Молдовы абсолютно нормальные. Как мы знаем, все приднестровские компании зарегистрированы в Кишинево. Все обычно пользуются режимом свободной торговли с Евросоюзом, кстати. Паспортами как пользуются? Паспортами пользуются. И вообще, в принципе, это такое сосуществование, действительно, вот такого, значит, анклава и существования анклавы государства официально признанного. Но там это уже закрепившаяся история, там уже 30 лет, да, там скоро будет, 25 лет это все существует. Вот, тут нет. Но мне кажется, если мы сейчас постараемся, как переходный возможный этап, я не знаю, на сколько времени, но перейти к существованию как режиму Приднестровья, у меня такое впечатление, что на сегодняшний момент это та идея, которая может объединить все-таки, не то что объединить страну, а это может устроить многих. Потому что все остальное, включая создание еще раз автономии в виде действующих ДНР и ЛНР автономии в составе Украины, поверьте мне, это может быть, это может взорвать страну изнутри. Сегодня так точно, не знаю, там через 3 года, через 5 лет, через 10, как это будет, но сегодня это неприемлемо. Для огромного числа людей мы должны сохранить эту страну, прежде всего, как то, что есть. И поэтому мы должны очень внимательно совершать все действия, будучи очень внимательными к точке зрения всех в разных регионах в том числе. Понимаете, потому что в любом случае должно пройти время, чтобы мы отошли от этой фазы горячей. Горячая фаза, она же приносит жертвы, она приносит убитых, раненых и все остальное, да. И это не проходит бесследно. Но Путин ведь не пойдет на Приднестровье, на Донбассе. Вы же это сами прекрасно думаете. Зачем ему это, извините, басня? Что, просто содержать эти республики? Ну, понимаете, как... И Украина будет себя комфортно чувствовать? Мы не говорим о решении этого на века. Мы говорим об этом сегодня как тактической задачи, как тактическое решение. Потому что, понимаете, воевать, ведь там в Донбассе, в Донецке и Луганске желающих тоже все меньше скажут. Да, это понятно, конечно. Понимаете, воевать вообще никто особо не хочется. И там тоже существует вопрос. Ну, сколько же можно? Ну, они там форпост русского мира. Вот им 4-5 лет рассказывают, что они форпост русского мира. Все это понятно, но они уже понимают, что форпосту русского мира тяжело жить на этом свете. Бьют по форпосту русского мира сильно. И не кормят форпост русского мира тоже, особенно, в том числе русский мир сам. Так вот, это тоже неестественно некомфортная ситуация. Это России не добавляет плюсов, то, что сейчас происходит. Поэтому надо из этой системы выходить. И обеспечение мира для той территории, для людей, которые живут на оккупированных территориях, мне кажется, это тоже в интересах России на сегодня. Как это дальше будет? Дальше это вопрос политический, извините. Приднестровье жило очень долго в таком режиме. Сейчас прошло там 25 лет, и мы видим уже потенциальную возможность включения ИОН на условиях Федерации, Конфедерации, не знаю, как это будет решаться в итоге. Это тоже сложная история, там свои процессы идут. Но все понимают, что это фаза переходная. Хоть 20 лет она продолжается, но это переходная фаза. То есть они вернутся в состав Молдовы, так или иначе? Ну, уже Молдове это не очень хочется, как известно. Придется. Но, возможно, и придется. Да, возможно, и придется. На каких-то других условиях, может, с международными гарантиями чего-то, ни нейтралитета, ни вступления в блоки. Я имею в виду, в данном случае, не НАТО, а Ташкентский договор. Куда бы с удовольствием привел их президент Молдовы, господин Дадон. Вот. Так вот, возможно, и так. Но Молдова, я думаю, это отдельный большой разговор. Да, 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 конечно. Это отдельная история. Причем, я бы полностью не накладывал ее, как кальку на украинский вариант. Я знаю, сейчас многие рассказывают, что вот они там в Молдове тренируются, сейчас в Украине перейдут с вот такими же историями. Да, да. Но это за… Это все-таки другая ситуация. Все-таки Портников сказал, что это вообще заговор. Вот Россия, США и Европе спасаются. Да, весь мир ополчился против маленьких независимых государств, я понимаю. Но, еще раз говорю, я бы этого не так не говорил, потому что все-таки мы разные. Вот и ситуация в Молдове и ситуация в Украине на сегодня, они разные. Эту кальку не наложишь на эту страну. Извините, здесь, еще раз говорю, мы сейчас в процессе вот этого социального эксперимента, который я говорил, социально-политического, да, полная смена состава, полная смена власти и всего остального. Поэтому здесь, мы там через полгода увидим совершенно другую страну, в части имеется в виду ее руководство, во всяком случае. И другой риторик, вообще другой. Вот, поэтому сейчас никто этим заниматься особенно не будет, это во-первых. Во-вторых, главный сигнал, который послало мировое сообщество, если уж так говорить, на примере Молдовы, это то, что, ребята, никакой местный жулик не может нами манипулировать. В этом смысле. Нами это кем? Нами это с миром. О, вот, это интересно. Мы не дадим. Мы настолько большие, все вместе, что, а тут бегают какие-то люди, которые пытаются на нас еще деньги заработать. Мне кажется, в этом смысле ситуация в Молдове сейчас, и вообще отношение мира больше похоже на Украину Януковича, если уж на то пошло. Это тогда, я думаю, что больше того, этот опыт Януковича, он тоже натолкнул на вот эти действия, которые сейчас в Молдове происходят. Потому что именно тогда был первый случай, когда местный какой-то человек, который, неизвестно, там появился, откуда заработал деньги, потом стал президентом. И тут он начал с нами играться. То туда пойдет, то сюда пойдет, то тут денег попросит, то тут денег попросит. Короче, разводит. Вот. Проще говоря, разводит сверхдержавы. Ну, как можно допускать, сверхдержавы не могут допустить, чтобы их разводил какой-то мелкий политический деятель из какой-то небольшой страны. Ну, это же понятно. Вот. Теперь стало понятней. Ну, да. И я, честно говоря, вот если бы те действия, которые по отношению к Молдове они совершили, они совершили по отношению к Украине в 13-м году, я думаю, что весь, вся Украина сказала бы им всем большое спасибо. Всем этим трем великим сверхдержавам. Но тогда они проморгали всю эту историю. И только наблюдали, как вот это, вот он туда поехал, попросил, поугрожал, туда попросил, поугрожал. Ну, и чем закончилось, понятно. Так вот сейчас, чтобы не прервать этот процесс на середине, они висели с пахотником, сделали вот то же самое, что должны были сделать с Ченуковичем в 13-м году. Сказали, что, в принципе, места ему тут нет. Потому что нечего нас тут вот всех вот разводить, бегать туда-сюда и кляничать деньги. И, в общем, не можем мы зависеть от, действительно, от мелкого бизнесмена, ну, в мировом масштабе совсем мелкого. Действительно, странно, правда. Огромные сверхдержавы, ядерные державы-то все миром продают. А тут какой-то человек бегает, рассказывает, то я иду в Евросоюз, то не иду в Евросоюз. Дайте денег здесь, дайте там. Кройте раздражает. Бегает туда-сюда. Вот, и убрать раздражающий фактор. И теперь, действительно, это, как бы, вопрос, что делать дальше. В Украине нет такого человека уже. Тут, извините, если бы в 13-м году он был, сейчас его уже нет. Тут некого убирать. Вот это важно понять. Поэтому, что тут убирать, тут есть, на самом деле, на сегодня президент, который пользуется всеродной поддержкой. Ну, пока. Потом будет она меньше и так далее, но неважно. Идет процесс смены полностью власти. Полностью очищения, перечищения, как хотите называйте. Но здесь некого убирать. Здесь нет человека, который сейчас бегает по разным странам и просит денег. Вот, и, значит, рассказывая, что давайте я буду с вами дружить против того, дайте мне за это денег. Потом прибегать на ту сторону, сказать, не, ну, на самом деле я с вами, а эти, значит, эти идиоты не понимают, дайте мне тоже денег. Вот, нет такого. И я бы еще раз говорю, это реакция на раздражающий фактор мелкого политикана, который пытается выжить. А украинцев, это другая история. Мы совершенно другие сейчас. Мы страна, на которой сверхдержавам надо, на самом деле, что я не сказал, учиться. Ну, скажите это слово учиться. Нет, я скажу по-другому. Мы всемирная политологическая лаборатория. Мы, да, мы, я знаю, сразу сказать, вот тут раздражение, значит, мы мыши. Нет, мы, мы не мыши, но мы на самом деле, мы участники эксперимента, а не подопытные. Я бы так сказал, мы сами этот эксперимент проводим. И над собой. Да, и мы на самом деле, без участия вот этих ребят, которые, это все получилось само собой. Это все остальные должны за этим наблюдать и учиться. Смотрите и учитесь. И иногда нас подкармливать вот хотелось бы. Ну, справедливо. Ну, что? Ну, создайте нам условия, чтобы этот эксперимент дошел до конца. Вот. Скажи мне так. С Александром Мартынинком, может говорить, бесконечно. Мы и так его уже замучили, поэтому, конечно, отпускаем. Я вот смотрю, смотрю на часы. Александр, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня у нас в гостях. А вы, конечно, оставайтесь с нами, ну, потому что с нами интересно. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok